Всем привет, бандиты и вольные сталкеры, с вами как обычно я, сталкер Баннерщик, мой персонаж Флюиги Генхамин, и это сталкер онлайн на SPB сервере. Как видите, я на рябинке стою, давненько меня тут не было, если честно, я тут в принципе вообще как бы не фармлю, не лазю, не бегаю, вы могли заметить, что я в принципе здесь не появляюсь. А все почему? Потому что я с барыгами не дружил, теперь я с барыгами дружу, и у меня теперь есть точка сохранения здесь. Где это все? О, барыги минус 820, все-таки я опустил, и теперь я тут буду почаще появляться. Но сегодня я хочу побегать, посмотреть, есть ли тут артефакты, тут в принципе хорошие и неплохие поля, аномалии вот здесь. Но чтобы здесь фармить, тут нужна точка сохранения, то есть я умер, раз, побежал опять. То есть брать где-нибудь на радиовышке, ну можно конечно на радиовышке, но такое себе. Брать денег на переходе, ну то же самое, такое себе. А около рябинки, вот самый точек. Ну и тем более я в принципе охочусь за альфа-артефактами, поэтому побегаем, посмотрим что да как. Так, правильно? Правильно. Я тут очень давненько не был. Вот, тут же так же и электро имеется. Ух ты блин, как бьют-то сильно. Тут правда пауки с собаками. Но мы сейчас их зачистим. И побегаем. Плюс на ту сторону перейдем. Я правда конечно выбрал наверное не лучший момент. Сейчас захват моста идет. Кстати. Антиграф А. Антиграф А. Прикиньте, антиграф А. Подберем конечно, что добру попадать. А я еще такой, вижу артефакт на экране. Ну и думаю, что это подушка. А как бы не видно ее. Ну щит-то сразу за километр. А подушка вроде как не видно. А потом пригляделся и тут блин, антиграф нафиг. Я антиграфы давно вот так именно не находил в аномалии. Так вот, что я говорю. Да, тут артефакты есть. Раньше я помню давно-давно. Рябинка. Это очень давно было. Прям очень-очень давно. Была полна-полна аномалий. Кишела просто. То есть их тут было столько, что тут. Прям вот. По полшажочка надо было делать, чтобы пройти. Чтобы пройти всю рябинку допустим отсюда. До укрепки. Да можно было полчаса вот так не спеша идти. Но потом со временем аномалии поисчезли. Тут осталось их чуть-чуть. Но все же. Артефакты тут как бы имеются. В общем, мы пойдем. Туда вперед. Попробуем поискать. Что-нибудь найти. А сейчас закончится через некоторое время захват. Мы рванем на ту сторону. Вы поняли, да? Тут такая толпа. Ох ты. Ничего страшного. Умерли и умерли. Подумаешь. Мы сейчас вернемся. Соответственно, да. Тут фармить надо, чтобы у тебя рез был. Я, кстати, сейчас пришел только с эгиды. Артефакты там раскол. Нашел пару щитов альфа. Прям. Забежал тоже. Тебе тоже предсталкер. Буквально за 5-10 минут до захвата. Там у ГОКа был захват. Ну, я смотрю, время уже 5-10 минут. Я думаю, ну дай побегу. Пристрелили, так пристрелили. Вот. Бат, смотрю, один артефакт. Потом смотрю, бат, второй артефакт. Потом бат, третий. Ну, третий была подушка. Ну, в итоге я два щита альфа поднял. За сколько? Так. Ну, за сколько выставлял? Тридцать четыре кака. Ну, в общем, очень даже неплохо. То есть, я иду довольный такой. Ну, видео не записывал, так как было прям вообще жуткая темнота. Нифига не было видно. Ну, я на удачу сбегал. И вот, как видите, повезло. Сейчас вот раннее утро. Я как раз утро пытал, чтобы двинуться. Немножко квеста повыполнял. Но опять же ночью. Тип, что видно? Там на ощупь пробирался. Ну, хорош, хорош, хорош. Ладно, ходочка, в принципе, неплохо началась. Вот именно здесь. Нашел, по большому счету, не нужно, как бы антиграф. Альфа, ну, пусть будет. Тут, да, тут есть тоже стабик. Я вот думаю, может быть, стабик найдем. Резина. Ну, резину мы будем искать на той стороне. Так, вот здесь разве нет электро? Да, да, точно. О, блин, помню. Я помню, раньше можно было здесь на артах поднять. Я поднимал в свое время 100 золотых рублей за ночь. Тогда это были нормальные деньги. Можно было купить какую-нибудь донатную экипировку там на месяц, кажется. Ну, ладно, таймовая была. То есть, собирали артефакты, продавали. Тут у нас, я помню, донатка еще была. На донатке продавали, потом топали на гурман и серебро меняли на золото. И вот за ночь можно было 100 золотых поднять. И это тогда было прям нормально. Я тут прям жил. Да тут многие жили. Ладно, не будем о старом, не будем о грустном. Но такое было. Сейчас, не знаю, в армии тут. Пройдем здесь, потом еще на той стороне полазим. Да, потом в свое время... Я уже в сталкере овлайне, да, когда уже сюда вернулся. Наверное, не пришел. Резину любил фармить. На том берегу там же этих аномалий полно. Там и это резины было в свое время куча. Не знаю, как сейчас, но я думаю, так же можно найти резинку. Поэтому плюс. Дальше, если пойти, там также подушки. Вот насчет щитов не знаю, но по идее должны быть. В таких же аномалиях, где и подушки. Ну, по идее, да. А раз мы тут находим же их, около дружбы. Соответственно, и здесь должны быть. Ну и, конечно, стабики. Стабики там тоже электр есть. В общем, как сказал один сталкер недавно, на рябинке можно найти все типы артефактов. Ну, да, я поэтому как бы сюда и поперся. О, сейчас мы тут их всех зачистим, потом походим еще раз. Поперся, потому что вспомнил, что у меня скоро будет точка сохранения. Вот она. Ага, непривычно. И я смогу спокойно тут бегать. Ну, я думаю, дай проверю. По крайней мере, вот смотрите. Антиграф Альфа мы нашли. Так как тут никто не ходит, сначала тут надо все-таки зачистить мутантов. Потом уже... Так, стоп, а вот здесь. Вот здесь же тоже есть аномалии. Ну, да. И тут, в принципе, также можно найти эти артефакты. Ну, единственный тут, скорее всего, минус в том, что тут массово так не найдешь. Ну, тут одна, два, три аномалии, да, может быть, один. Максимум два ты арта найдешь. Где аномалии больше, соответственно, больше шансов найти больше арта. Тут можно так иногда, но вот прям массово собирать артефакты, конечно, здесь не получится. Ну, нам-то массово особо и не надо. Пару стабиков, пару подушек, пару резин, пару щитов. На пару дней хватит. Ну, да. То есть, не только здесь бегать, но и в других местах. Бегаешь, ищешь. Собираешь. Че, один шальпаучок оставался, остальных всех убил? Надо подшиться, наверное. Ну, давай, подожжемся. Попажи. Пойдем теперь в зеленках полази. И на ту сторону потока. Так, захват у нас еще идет 20 минут. Нет, 10 минут еще. На мосту. Захват сейчас. Ну, мы сильно прямо к мосту не будем подходить, пока тут краешку повазим. Потом захват закончится, может, туда поближе пойдем. Хотя, аномалии больше с этой стороны. К мосту там можно сильно прямо и не подходить. Плюс верлек тут удобно фармить. Слегка вышел сюда, и тут их куча прямо. Фармить не хочу. Ну, убьют тебя, окажешься, около Фина. Не знаменитый, тут колдовщиками. Да, а бы вот тут колдовщик. У-у-у-у-у-у. Что, пойдем до Фина дойдем? По дворам. Давай. Что-то, блин, как. Вот тут еще по дворам надо пробежаться, здесь же тоже есть аномалия. Ну, как раньше, запрыгнешь? А, нет, не хватает. Да ладно, ты что, умирать собрался? Не вздумай. Давай, давай, давай. Конфеты у нас кончились, которые помогали нам зааномаливались. А, как там все. Отпусти ты меня, злая. Тут Кузьма еще, я знаю, ходит, да. Кузьма, я помню, был тогда, когда тут была куча аномалий, куча артефактов. Он с тех времен еще тут живет. Я помню. Самым вредным был, вроде, бегаешь, бегаешься нормально, тут, баска, выскакивает откуда-то из-под забора этот Кузьма и съедает тебя. Это сейчас он обычно какой-то лишний. Раньше он жесткий типок был. В общем, кроме антиграу ничего нет. Но, ладно, это мелочь. Мы пойдем на ту стол. Тут-то особо прям... О, вот он, вот он, Кузьма, да? Да, Кузьма. Хоть Кузьма остался. Напоминание было. Да, он скакит. Ну что, пойдем на ту сторону. Да, погнали. Тут ничего нету. Но найти мы могли. Мы могли так же и подушку найти, могли так же и резинку найти, и так же стабилизатор. Правильно? И щит тоже. Вот теперь пойдем на ту сторону. Там у нас и кабанов достаточно, и аномалий тоже. Так, что у нас с погодой-то? Главное, чтобы не снег. Только не снег. Я специально утро ждал, чтобы пойти в ходку. Ну, мрачно. Выброс пепла вполне возможно. Но это нормально. Это же Везувий. Ну, а кто не знает, переходить оптимально вот здесь. Только на стамину подкопить и интоксикацию. Чтоб удалилось так. Давай-ка, купим. Вот, покази, не позарение здесь. Пробежим сейчас по берегу. Не знаю, бегает кто-то сейчас собирает артефакты. Ну, не именно сейчас, а вообще в этих местах. Так, а я правильно пошел? Блин, да вроде правильно. А может быть и нет. Да, правильно пошел. Что, фонарик нам не нужен уж-то? Вот мы на этом. Пойдем посмотрим, где тут резина обитает. А на маленькой неделе есть. Да, а на маленькой есть. Сейчас проверим. По-любому, время от времени тут появляются артефакты. Может быть уже не в тех количествах, как раньше. Заметили, что в целом артефактов в зоне стало меньше. Раньше их было намного больше, а сейчас их стало намного меньше. Они как бы есть, но не в таких количествах уже. И аномалий меньше. Ох, раньше прям тут весь берег был в аномалиях, а сейчас мы 2-3 раза зацепили и все. И больше нету. Да, и аномалий стало меньше. Понемножку все усохло. Не просто так же деревья растут. Они впитывают аномалии и на место аномалий вырастают деревья. Больше деревьев, меньше аномалий. Только вообще лес непроходной будет без аномалий. Ну что, погнали здесь побегаем. Захват еще 5 минут будет. Ладно, туда прям близко не буду подходить. Я уже не помню, где тут какие, но знаю, что тут электр должны будет с этой стороны идти. Это вот тут раньше было. Вроде как. Но сейчас, да, очень много изменилось. Но кабаны тут на месте, поэтому у кабанов мы фигачат. Пусть тут медведь еще обитает. Ну и, конечно, аномалии еще с той стороны дороги. То есть тут и вот здесь тоже есть немножко. Мы и там, и там полазим. И все равно в сторону надо в сторону радиолышки. А там на коллегу. Дождик, прошу, ладно, дождик, нормально. Нам надо ориентир поставить, чтобы понимать, куда мы пойдем. Так, 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 так. Давай как-то вот так вот вискосок. Да-да-да. тут леший блин точно тоже лишь надо быть поаккуратнее вы что но а так на и а и а и и и да тут их по уму конечно тут stalker походу на вам вообще на не ходит соответственно я буду певать ухты он бежим до туда захват через одну минуту кончится но я думаю все разошлись где-то здесь должен медведь быть но что-то пока не видно так темы нам нужно куда-то вот сюда у тебя помню где-то здесь были аномалии ну вот они да вроде как бы есть сейчас фиг найдешь там между деревьями пока побегать тут надо прям глобально потусовать чтобы запомнить день и хотя пример находится вот они тут есть ну конечно не в таких больших количествах там одного вон вот еще я вижу в принципе если придет рез то я думаю можно найти но раз уж мы бегаем по визу вит я думаю все таки лучше сторону дружу пойти там этих аномаль намного больше ну так разве что только мимо пробегаешь но из-за скачения смотреть как так немножко расцветает уже получше стало даже если дождь идет ничего страшного ну что погнали в сторону радиовышки вроде еще должно около дороги быть где-то химические аномалии это вот тут что плюс-минус вот еще аномалии раньше проще было деревья было почти почти не было а сейчас у тебя сажали что ландшафт уже не помню где что все заросло химическая аномалия что-то не вижу прошли ее уже может быть она тоже исчезла ну ладно потопали на дорогу уже я же хотел еще на ту сторону сходил тут полазить уже тоже есть аномалия захват у нас уже кончился можно тут спокойно перебегать не подстрелить ну пойдем посмотрим что с этой стороны тут я уж совсем давно не наверное не найду она вот спереди кажется даже с артефакт но это ашка я бы удивился если бэшка была хотя может и бэшка быть но в принципе бэшки есть если есть бэшки да тут в принципе можно и щиты найти там сзади паук на другую страну как и дедико мне сейчас сожрет быстрее stalker так ну что мне подушка тоже пригодится контейнер ну ладно погнали на радиовышку так в принципе посмотрели побегали аномалии есть но их мало и что-то найти прям уж очень повезет вот мне повезло и нашел пару арт ну если мне действительно нужны будут подушки я наверно сюда все таки не пойду прям специально за ними если только мимо проходить а специально я пойду конечно уже лучше к дружбе там этих подушек или на ту сторону там их полно аномалии соответственно больше артефактов больше вот еще вот еще я прям все аномалии собрал хорош хорош вот еще одна и вот тут кажется еще есть а вот тут даже с артефактом опа а вот и щит прямо рядом с базой да так ну что подушку нашли щит нашли антиграф нашли теперь осталось резину найти стабилизатор они тут по-любому есть только не повезло их встретить сегодня а вот два щита три щита блин я уже два контейнера набил норму надо третий уже доставать вот распогодилось о великолепно просто так а мы сейчас куда пойдем нам нужно подбросить яд и начать снимать сначала яд подбросим потом а забежим к ваниаду и как раз одно с этим да так не званые бесы а это не то минутку сбавление от бесов да полигон в квадратах до 1 да и по пути убить еще восемь бесов в общем мне надо на полигон подбросить яд флагбаста ну это мы к ваниаду забежим в поселок новикова и там будем снимать в принципе да и можно отсюда свалить незваные бесы но мы же просто так не будем сваливать мы пробежимся по аномалиям а потом уже будем свалить так сначала конечно же к бесам о давай-ка хабар скинем немного но все равно добыли же так спирт лучше у чем оставить ох магазины все не заряжена мы пойдем сейчас не спеша нам главное подкинуть туда бесов там и убьем никуда не денутся а а вот насчет я да я не знаю получится не получится все зависит от того будет ли там кто-то из stalker фарм сейчас глобально или нет если нет то придется пострелять это нужно будет зарядить по дороге может быть мы сейчас так просто пробежим быстро так у меня есть нервный стимулятор да есть правда один ладно если что он для этих целей как бы и нужен чтобы бесы там не били всякие бляки вот от граната будем использовать то назначить хоть один укол остался поэтому идем не спеша заряжаемся там где пойдем через главные ворота у меня с собой нет ни противогаза ничего там если идти там спор можно конечно их обойти но я не хочу рисковать что там никто не ходил что ли хотя нет вот впереди бес валяется ухты ухты отходим 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 stalker там бес бежит там он вдалеке еще один подожди подмогну тебе так что здесь срежем ну давай колем короче еще бежит он тут тоже кстати аномалий тут тоже могут артефакты быть подожди ухты и подожди опасно опасно о привет нервный стимулятор конечно помогает но все равно за кошмарить на раз-два могут поэтому сейчас немножко зачистим их вон двое туда убежали там еще сваливаем назад патроны скоро закончатся поищу все патроны кончились ну теперь можно бежать все яд подброшен уходим отсюда можно конечно умереть но я так думаю надо еще немножко бессов пофармить ну раз мы здесь чуточку тем более я уже настрелял их еще одного надо подожди одного точно зонбец убитый 9 из 10 все я убил необходимое количество теперь можно сваливать так может было принципе думаю не колоть нервный стимулятор но раз уже укололи уходим уходим отсюда теперь к ваниаду в новикова и за артефактами да там как раз . сохраним возьмем и этих убили данные для литовского я взял заходил туда так отлично значит нам нужно зайти артефакты поискать потом сделать крюк может даже не крюк напрямки пробежать и опять на рябинку на рябинке мы там сдадим камеру сдадим квест и уже можно с везуве свалить посмотрим сейчас что у нас еще с артефактами будет погода хорошая можно полазить еще чем найдем ну принципе то мне бы стабики щиты бы тоже не помешали стабик ты ладно мы можем на аэропорту найдет щиты бы два счета мы нашли на этого мало за двух считал сюда прибегать такой себе хотя бы еще парочку если повезет а чему так пойдем нам что они надо не пойдем сразу кого нет потом а впереди же тоже небольшое аномальное поле мы там полазим тоже на там такой простое там пару-тройку аномалий но вдруг как раз в этих аномалиях и что-то интересное тут же раньше электро были а че щас все тут тоже все исчезло поднимали восстать и а где все аномалии вообще ничего нет потихоньку убрали артефакты вернее цену артефактов поменяли но чтобы за ними никто не ходил а потом понемногу раз раз и аномалии убрали блин вообще ни одной нет тут раньше кучи электро было одни марио остались да не уладима меняется зона что ж пойдем тогда просто фильм с ним чушь делать снимается уже ну и к ваняту заскочим хочу туда пошел сзади им квест насчет песен и ой ой бежи бежи быстрее возьмем еще один но да ванек привет так разбросал отраву хорошо зайдем у наемников на соточку увеличилась у сталкеров увеличилась на соточку сектантов уменьшилась на соточка ах ты ё-моё ну ладно а что ладно этот квест надо прекращать делать не тут конечно боевка дается выживание все остальное беженцы одиночки пары и подымает хотя 100 сектантом ерунда но в принципе можно до прекращать его брать деньги деньги я сектантом что же хочу поднять а наемников мы и по-другому подымем ну да так что завязываем с этим квестом еще минус один интересный квест ну что ж пойдет хочу поднять репутацию всех фракций надо чем-то жертвовать ну что пойдем теперь вот сюда вот побегаем на этом поле тут вроде тоже должны быть аномалии если я не ошибаюсь по идее да так надо поставить метку куда мы едем сюда вот на костюм тут и жаркий в основном наверное да кажется жарким но и должны такие быть опа кратчик нам экрана не нужны поэтому подбирать не буду хотя можно ученым конечно отдать но это очки торговли копейки всего лишь ладно возьмем могу я мимо артефакта пройти пусть даже это я а поезд повесим пусть немножко повлияет защищать от аномалии ну давай так так ладно бежим так здесь где-то еще мышка должен ходить но и пучки куда ж без них и а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... А подождем, если мы когда будем в безопасности стоять, сейчас побегаем, посмотрим. Может быть, сейчас только что где-то появились пару артов, которые ждут, чтобы я их подобрал. Поэтому не-не. Подзарядимся и пойдем. Так, ну что, видео снято, значит, на рябинку мы заскочим. На обратном пути. Так, ну что, 4 магазина, хватит нам тут пробежаться? Да хватит, конечно. Так, конечно. Куда ж без паучков? Тихо-тихо, как мы удачно зашли. Нормально, нормально. Подбираем. Пойди, вот это как-то у меня сколько уже, 4? 4 щита. Или ковер. Вот еще один найти, прям, для полного счастья. Я вот примерно где-то здесь я нашел, ночью лазил. Тоже 2 щита. Они прям частенько появляются, я смотрю. Маленько появляется, я слома. а верлёнка еще одна верлёнка в аномалию попал но ничего страшного щит один нашли надо сюда вернуться только вот единственный отточку сохранения не взял я окажусь правильно вонято у финнам лично надо на переход сбегать за точку сохранения потом уже собачки а потом уже бежать туда ну пойдем тут рядышком бежим глядишь там где-нибудь еще валяется при меня ждет а только внимательно все обыскать там аномалии так прям густо натыкан и можно что-нибудь и пропустить это получается надо еще стабик найти и резинку а что все это можно тоже также найти нету но чуть дальше тоже аномалии было а пока идем надо чем с этим а 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 О, вон и Мишка гуляет. Смотрите, смотрите. Он оттуда, короче, идет туда. Ага. Сталкеров жрать надумал. Потом он заканчивается. Ну что, на медведя-то нам хватит. Ну куда ты ушел? Иди сюда. Куда он умотал? Вроде шел не спеша. Куда он делся? Это что за заманух? Шел-шел такой, потом бац. Истопил, блин. И туда убежал. Он не мог так быстро уйти. Он же не спеша переходил дорогу. Я не понял. Где медведь? Что-то тут происходит непонятно. Ну зона, конечно, но медведь же, блин, большой. Ух, смотри, как умотал. Ее мое. Ну идет он вроде не спеша, но убежал. Сюда, назад. Эх, ничего нет. Ну ладно. Не все даже медведи с двумя головами. Бывает и без головы. Так, сюда мы пришли за арт. Пойдем понюзу пробежим, потом посерединке. И с той стороны еще разок. Пойдем. 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 Продолжение следует... 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 там мелькнула но это наверно был глюк вроде больше ничего все надо уходить там целая толпа бежит варим 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 быстрее можно конечно умереть ничего страшного в этом нету мы окажемся на переходе оттуда пойдем лишний раз умирать я не хочу чисто бесы победили если я умру давай тогда что ты стоишь пить стрелять смысла нет и там все равно до сега мы не успеем пристрелить только бегство нам поможет приешь не сожрешь или сожрет сейчас на мост убежим а там давай 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 только один что остальные испугались вот надо еще проверить вот это небольшое нормальное поле вдоль железки но с другой стороны неплохо нашел две подушки и один щит у меня в итоге четыре щита один же щит мы еще нашли когда подходили к радиовышке и два щита я ночью шарился нашел у меня по ходу четыре щита нормально пять бы конечно было бы лучше а если 10 то вообще круто но за одну небольшую лузку на везувий четыре щита это нормально мне хватит по четыре дня открытия дверей будем добывать еще один магазин да я в принципе не хотел третий магазин добывать примерно прикинул но чё я теряю да ничего получится добыть то будем не добудем купим ремки надо ремки и чё там еще есть дешевки а нет ремки только сам тихо не все но все-таки я думаю у нас получится 3 по времени то я примерно понимаю сколько это занимает по зоне все равно бегу квест выполнять туда-сюда мотаюсь чё бы артефакты по дороге не пособирать тем более это эпопея всего лишь раз в год все закончится и альфа-артефакты не нужны а тут я хоть оторвусь на целый год сбором артефактов плюс можно потом их будет просто в контейнеры складывать находите складывать у меня же контейнеров дофига часть из них просто валяется на складе потому что столько мне не нужно посидимой жизнь сколько там два три контейнера собой таска и не больше чисто такие вот дорогие артефакты все остальные контейнеры можно будет забить ашками допустим там экраны ашки забил положил подушки там ашки забил положил резины щиты также потом подушки бы это там и вот так можно всю коллекцию собрать и оставить а вдруг когда пригодятся как вариант так ладно в общем добежали мы досюда куплю лекарства нет мы купим не лекарства мы покупаем тысячу пробирок сколько будет стоить да это будет миллион четыреста семьдесят но эта тема нужная для крафта пригодится поэтому она здесь можно с перегрузом дотопить ничего страшного да да конечно нам дайте-то чуть-чуть зато мне 1000 пробирок будет это насколько еще хватит все это купить у меня там гармане счета 5 соточка валяется тут еще я же покупал предыдущий раз так что нормально все бежим к ученым скинем пробирки и двинем дальше нам ученых делать нечего квест я не выполняю потому что они минус барыгам дают разве что на доске посмотрим заказы заказы интересно если будут то возьмем атака наша цель это кино надо топать сдать блокбастер да и принципе тут все дела по делу можно конечно задержаться еще немножко полазить артефакты поискать но на сегодня хватит я и так 4 поднял надо топать с резиной а резина у нас правильно на караване сначала конечно на гурман сходим там поближка получим они поближком только на караване смогу дала а хотя не почему на караване мы же можем этого stalker вывести с новогодней локации которая там с деньгами стоит и где-нибудь дк встретиться точно дк сбежим встретимся и деньги отдаст считай там за мысль психи пкшники но я стрелять не буду потому что у меня первых пробирки с перегрузом во вторых назначил . сохранить о кто-то кого-то убил они там вдвоем шли вы видели и чуть ничего не понял было двое stalker потом один начал старикать все проверяли так ну ладно вот мы и на месте открывая хранилище что у нас это у нас тут почти 200 пробирок так бутылка спирта 1200 почти пробирок а вот вот это уже дело я понимаю менять нам ничего не надо тут всего лишь две лапы да смотрим только заказ и двигаем дальше безопасное место для ночлега а я смогу взять а время не подошло еще блин жалко так а чё туда другой взять это так вот мне нужно только безопасное место для ночлега но я не тогда выбрал там раз 24 часа наверное и я не могу к сожалению ну что же нет так нет с аптеками давай-ка возьмем одну аптеку да есть я в давно списках у меня репутация такая что вы офигели важно не снилась такая репутация так а перед тем как идти давайте-ка мы антиротвор в колю нам надо радиации набраться в аномалию забудем погнали-ка мы сбегаем за стабика если они там конечно есть через дорогу там же так вот место где есть электро очень аж там раньше доставки пойдем посмотрим так стоп немножко не туда вот вот тут место не знаю как сейчас тут с артефактом я забегал все ничего не нашел но электро тут достаточно интересно Продолжение следует... 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 Вообще по идее Если прямо так постараться Можно даже два магазина заработать То есть двух сталкеров Завести туда на новогоднюю локацию И вдвоем фармить Ну арты тогда придется на двоих искать Прям с утра до вечера Бегать чисто за арты Успевать еще сладости собирать Но по идее да По идее можно и втроем Ух, конец о лодке У меня же три сталкера Вот такие более менее укомплимптованные Которые могут фармить То есть по идее можно даже втроем Это три магазина добыть Но это придется прям безвылазно сидеть На аномальных полях И безвылазно сидеть В городе Если бы можно было Хотя бы сладости передавать от одного сталкера К другому На своем аккаунте Вот это было так прикольно А тут же каждый должен фармить свои конфеты Это конечно жестко Но в принципе реально Сразу можно Да, но мне столько не надо денег Мне максимум нужен еще один магазин Ну и на медведях я нафармлю И как раз мне на 109 хватит 80 миллионов Да, 80 миллионов Сейчас у меня есть 40 То есть у меня половина суммы уже есть Буду фармить на магазин И буду фармить белых медведей Буду все продавать Так, стопэ, стопэ кабанчики Стойте, стойте У меня же магазин-то не заряжен Стоять, куда пошел Давайте разделаем Все-таки троих убили Чего же мимо проходить Да, все магазины пустые Сейчас придется на радиовышке Ой, на радиовышке Ну, извиня, немножко подзарядиться Но с другой стороны Мы начали сегодня ходку Где? Правильно У Фина У Фина и закончим Мне нужно до Фина дойти И сдать блокбастер Там, в принципе, можно остаться Ну что, полазить арты Посмотреть Как-то так вот Но в любом случае Надо будет магазин зарядить Сало хоть и выпало И то хлеб Сало хоть и выпало Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Катопу... Давно у меня такого не было Чтобы прямо Патроны все закончились нам же еще надо дребинки добежать но дребинки я думаю мы окольными путями просто пройдем там ни кабанов никого нет на из косов срежем а патрона давай канале полторы тысячи возьму перегрузу явно не будет все пустое какой перегруз 73 килограмм полторы не хватит и подшиву надо взять не у меня есть она подшивная больше не хватит все убитых вам давайте мы будем уже наверно финна подшиваться так давай-ка мне подшиву почини всю одежду 411 тысяч полмиллиона блин не дружок давай-ка я лучше сам 2 подшивы возьму так веса стало меньше давай мне бутылку спирта и в принципе все тут у нас закончено блокбастер это к жанам боротовский черный рынок так нет не можем повторить ну в принципе все нам отсюда нужно сваливать до рябинки можно конечно здесь остаться здесь ловить особо нечего она рябинки мы там в любой момент можем рвануть на поля с аномалиями правильно арты поискать тем более нас там теперь точка сохранения есть прям радует это дело так кстати сколько нам барыгам дали барыг на 20 а минус 800 собачка плюс сейчас еще эти киношники мне дадут или там не дают барыгам я вот не помню но не просто так я начал делать значит там или не дают парыгам или дают ну или по край мере не отнимают если поднимали я бы не стал делать давай быстрее быстрее сажим час ох ты знаете вот что я сделал неправильно я пришел в самый неподходящий момент я же захваты а он через минуту закончится точно 1929 даже меньше минут до захваты попробую убежать из не получится будут стрелять тогда я лучше тут останутся если получится мы сейчас свалим потихо хотя по идее стрелять уже не должны захвата до через моменту закончится нету но все же то с кем воюет интересно стражи вы вообще двое ладно погнали вам главное отсюда из зоны небольшого пвп выскочить а там уж а там уже делать и вижу я не с вами я не с вами полим валим 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 быстрее нет нет я не с вами я не с вами ты смотри я в шапке кто в шапке на захват ходит более все захват закончится вроде вроде убежали не попал под пуля а не парься да блин по-русски писать не учили да я насчет этого вообще не переживаю на захвате имеют право стрелять одиночка на захвате вообще быть не должно у меня такая политика поэтому если ты бегаешь мимо захвата до захвата там 15-20 минут после захвата это уже на свой страх и риск пристрелили имели полное право потому что идет война группировок от одиночка нефиг туда лезть залез то уж бывает и пристрел поэтому насчет этого и у меня вообще даже никаких никогда претензий а да ты сегодня везде под по захватом бегаешь да я и там попадал и там блин но я-то знаю что захват и как бы не паришь насчет этого с меня убьют то есть я принимаю все риски но чё ж теперь ждать когда не закончится они тут заканчиваются тут появляются тут заканчиваются появляются поэтому мы по возможности их обходим а если нет то нет подумаешь это же везувий то то здесь то тут то тут укрепкой тут как бы да и на окрестностях также плюс-минус так все теперь вываливаться подальше маски меня нет поэтому напрямки мы не пойдем пойдем через через лэб а там наискосок срежем я можем конечно попробовать пробежать но не хочу мы тут пробежим есть честно не помню где тут спору где-то растут не растут где-то вот здесь вот уже можно срезать насколько я знаю а тут уже их не особо чуть дальше там уже спор ну давайте тут срежем и ягода земляники нам не нужны мета земляники полно варенье все равно варить мы наверно не будем из нее а может даже был вон там срез а нет вон там уже споры появляются вот две камушки там уже споры их конечно можно обойти но тут бегать еще под ноги смотреть а вокруг тебя паучки и скобаны будут лучше поправа берегу пройти так намного проще это да вот когда надо лазить по аномалиям а я когда пошел ты не угадаешь с погодой вроде хороших последнее время что-то утром вроде думаешь ну утро должно нормально подчет жестко как-то а вот днем ближе к вечеру солнышко но ближе к вечеру тоже особо не пойдешь уж только выйдешь уже ночь опять не знаешь какое время выбрать поэтому приходится по ночам бегать я же с собой даже фонарик таска чтобы если что и уже ночью пробежать а что режим . сохранение брать да теперь мы это может опа вот тут ловить мне нечего мы идем сразу киношник сдадим им квест мы будем подшиваться ремонтироваться заряжаться это надолго как ты хотел по зоне бегать многие не находил нет чего так за меня переживаете так это вот отснята материал и вам всего хорошего так что тут дают сектантов на 50 сталкер уменьшится 50 охотника 50 наемника 50 пары увеличил 20 до пары гиту 20 дают поэтому я решила как выполнять торговцы увеличилось остальные по чуть-чуть уменьшается по чуть прибавляется 40 тысяч денег аж 9 500 и выживание 9 500 поддержки пойдет значит это крест мы теперь делаем пойду-ка я а можно еще раз взять что о мы еще раз взяли давай камеру о да ну а понятное дело сейчас не побежим опять снимать следующий раз как закончим так и будем заниматься данная плитонская черная проблема с верлёк о я знаю что нам нужно сейчас будет сделать когда мы зарядимся пойти верлёк пострелять осталось 16 штук но на этом все наша сегодня охотка завершена нужно заряжаться на болото суваться с пустыми магазинами смысла нет да и экипировка убитая она кстати влияет все-таки на защиту не так быстро тебя сожрут а у меня убита прям в хлам о испорчен смотрите по нулям испорчен испорчен поэтому на сегодня все давайте мы подошьёмся а с вами я прощаюсь увидимся пока поcraft девочка до и